Это финал конкурса в Маруси Virgin Racing. Ефим готов? Команды готовы? Начинайте! Добрый день! Проект социальной сети для Маруси Virgin Racing от команды «Поехали!» Итак, наша задача — создание социальной сети для финансирования команды Маруси Virgin Racing. Решение наше — это создание социальной сети с уникальным медиа-контентом, интеграция этой сети с имеющимися уже, тесная связь с командой и руководством Маруси Virgin Racing, добровольное пожертвование и магазин официальной атрибутики. Какой видеоконтент уникальный мы предлагаем? В частности, это онлайн-трансляция заезда в Формулу-1, видеть не в них команды, ответы на самые популярные вопросы, пользователи социальной сети и, внимание, комикс о супергероине Маруси. Интеграция с существующими социальными сетями. Можно будет использовать свой аккаунт в социальных сетях, такие как «Контакт», «Фейсбук». Также можно создать свой аккаунт. Также предлагается создание каких-то приложений для этих социальных сетей. Собственно, разработка сети будет составить порядка полумиллиона рублей. Создание именно прототипа комиксов и всех персонажей потребует порядка 100 тысяч рублей. Также мы оценили, кто приблизительно нам понадобится, привлечение кого поможет нам расширить нашу социальную сеть и сделать ее действующей и вполне себе успешной. Мы рассмотрели такие направления, как поддержка и продвижение сети, затраты на маркетинг, конечно, приблизительно, и здесь только интернет-раскрутку мы учитывали, на создание комикса и в виде дневника. Для этого тоже потребуется привлечение людей. Анализ общественного мнения. Что же думают люди? Прежде чем делать этот проект, мы опросили людей. Собственно, приходя к тому, что мы сделали на данный момент. Команда «Поехали», собственно, на нами была создана группа ВКонтакте с помощью таргетированной, а именно точечной рекламы. Мы предложили ее пользователям, которые тем или иным образом связаны с Формулой 1. В итоге в нашей команде оказалось около 200 человек. Собственно, группа была создана, там ввелись активное обсуждение предлагаемых тем. Также мы спрашивали мнение людей о их идеях, которые можно внести в данный проект. Что же думают пользователи? Соответственно, по поводу бесплатного медиа-контента, у нас в видео онлайн-трансляции и видео-дневник команды также. Людям стал интересен комикс о нашем супергерои и новостной ленте. Какими платными услугами вы бы воспользовались? Именно таким был наш следующий вопрос. И что удивительно, а на самом деле не удивительно, большинство пользователей подпочли диплом об официальном спонсорстве. Также их заинтересовало около 40% опрошенных респондентов. Ответите, что приложение для iPhone или iPad – это, в принципе, интересная штука. По поводу инструментов на влияние команду, все три инструмента, которые предложены нам, были интересны. Это и раскраска над сезоном болида, и надпись на шлеме, и возможность задать вопрос участнику видеоблога. Следующий, и, наверное, больше всего волнующий вопрос. Какую сумму вы готовы перечислять ежемесячно в поддержку команды Marucia Region Rating? И больше 50% опрошенных говорят, что они не готовы перечислять деньги. Из чего мы сделали вывод, что прежде всего социальная сеть должна стать нужной, и должна стать необходимой пользователям. И наш девиз... Собственно, мы хотим прийти от, как так сказать, пространства коммуникации в сети к пространству действий, то есть чтобы люди в социальной сети надели что-то делать там. Ходить, заняться спортом, читать книжки. Ну, по крайней мере, узнавать все больше и больше. То есть мы уже предложили такую концепцию, как Marucia — это еще и проводник в мире Формулы-1. Мы перестанем быть страной, где по заснеженной улице гуляют медведи, попивая водку и играя на гармошке. А у нас появится свой супергерой. Супермашина и суперкоманда. И когда для поражения не остается ни единого шанса, победа неизбежна. Спасибо за внимание. Комикс есть или комиксу к задуману? Вот, предварительный набросок комикса. Это образ нашей Марусины, новоглазой и очаровательной. Вот. Какая правовая схема у вас заложена в саму правотвайнику? Собственно, идея какая. Вы можете пожертвовать деньги Маруси, но любое голосование за шлем, за надпись на шлем и за раскраску, вы голосуете теми деньгами, которые вы пожертвовали Маруси. Вот. Нет, а правовая схема, как это не стоит? Жертвование, оно как происходит? Абсолютно добровольно. Донейшн. Это донейшн. А кто рецепент? У вас. Кто здесь коллектор? Кто собирает? Какая правовая форма, куда эти деньги складываются? Не думали? Нет, мы не думали, но мы точно понимаем, что деньги, которые будут добровольно перечислены, они будут влиять на вес этого голоса в опросах. Правовую схему мы не осмыслили. Хорошо. И я правильно понимаю, что вы предлагаете себя в качестве разработческой группы на зарплате, на контракте. Как это у вас будет устроено? Какая у вас архитектура? Как вы хотите взаимодействовать? Создание сети и, скажем, мы хотим отдать именно компании, которые этим профессионально занимаются, и дизайн. Сами мы хотим как? Условно, у нас есть человек, который чает за... И также мы хотим нанять, собственно, и художников для комикса. Сами мы как бы предполагаем, что будем работать за зарплату. И сколько времени займет весь проект? Создание сети будет порядка полтора месяца. Создание, условно говоря, прототипов, комикса и героев тоже порядка полтора месяца. В общем, все понял. Спасибо. Очень любопытно. Дело в том, что проект мы уже развили до такой степени, что вложиться в формат 7-минутной презентации просто было невозможно. Поэтому сейчас мы раскрыли вещи, которые предшествуют. И я предоставляю слово Екатерине Балыдиной, которая расскажет вам дальше. Добрый вечер. На меня возложили обязанности рассказать вам о том, что уже сделано. На текущий момент у нас собрано две группы во Вконтакте и на Фейсбук. В этих группах порядка 600 человек. Мы поставили перед собой задачу понять, интересен ли проект людям или нет. Как показывает количество людей, собранных нами за небольшой промежуток времени, проект интересен. Мы среди этих людей поставили задачу найти апостолов. Своих апостолов. Количество людей небольшое в рамках России, но нам это удалось. Делая большое нужное дело, мы делаем это в первую очередь для себя, участвуя в этом проекте. И отражение своего успеха мы можем найти только в отражении, только в победах команды Маруся Virgin Racing. И в итоге это отражение можем найти в успехе России в целом. Это движение бесконечно, так же, как и основная идея проекта 12 апостолов. Апостолы. В переводе с греческого это посол, посланник. Проще говоря, можно сказать, представитель. Представитель Russian people, «Россиян» в команде Маруся Virgin Racing. Апостолы – это связующее звено между командой Формулы-1 и миллионами людей в социальной сети. Апостолы решают главную задачу проекта – привлечение средств на нужные команды. Участвуя в одноименном реалити-шоу, транслируемом на онлайн-ТВ Маруся, и центральных каналах в виде выжимки лучших моментов, на шоу приглашаются гости-эксперты в различных направлениях, звезды, которые повышают рейтинг сети. Апостолы обсуждают активность и рейтинги участников в соцсети, выделяют и освещают успехи лучших, ездят по стране, организуют тусовки региональных лидеров. От интенсивности и активности, зрелищности работы апостолов зависит активность участников в соцсети и величина собранных средств, потому что любая активность пользователя – это монетизация в итоге. Хорошая работа апостолов повышает рейтинг в соцсети, продляет жизнь апостола на проекте, потому что апостолы с низким рейтингом покидают проект раньше, чем те, которым удалось привлечь к себе внимание аудитории. Андрей, из 7 минут у вас осталось где-то полтора? Да, лучшие доходят до конца, возможно, остаются. Таким образом, формат сериала нагляден, легко доступен, раскрывает идею спонсирования команды, вовлекает апостолов в работу с аудиторией и предоставляет различные возможности заработать, прославиться, реализовать свой потенциал. Деньги. Надо понимать, что вся эта история с сериалом является методом популяризации проекта. У нас в системе уже предусмотрено, вам представлено, достаточно много механизмов монетизации. И 60% денег будет зарабатываться в системе. Надо понимать, что без огромной распространенной сети процессинга платежей в любом месте можно было оплатить и сделать этот взнос, это работать не будет. И третий пункт, очень важный, это то, что мы набираем этим проектом, мы набираем аудиторию, и затем мы продаем ее спонсорам и партнерам. Дальше, пожалуйста, люди. Это очень большая история, и делать ее нельзя группой энтузиастов. Мы люди, пожалуйста. Делает ее большая группа людей. Они занимаются тремя видами процессов. Первое – это создание, собственно, системы и наполнение ее контентом, развитие в ней инструментов монетизации. В общем, развитие инструментария, развитие контента, системы поощрения пользователей – это очень важно внутри системы рост-рейтинга. И люди, которые занимаются коммерцией, деньги на входе, деньги на выходе, маркетинг, обмен аудиторией со спонсорами. И, наконец, время, последнее. Это, кстати, наш сайт, Маруся12. Вы можете зайти, там есть вся эта информация. Собственная этапность работы. Мы говорим о том, что наш проект запускается в январе 2012 года. Прекрасное время. Главный проект 2012 года. До этого времени мы занимаемся подготовкой инструментарий контента. С января по март, до начала гонок мы активно запускаем этот проект дальше. Наша основная задача – максимально качественная работа с аудиторией. И после того, как гонки закончатся, начинается новый жизнь проекта. Выход в офлайн, выход в новые среды. Обо всем об этом на нашем сайте. Спасибо. Ефим, будут вопросы? Ну, сначала для стандартных. Давайте, правовая схема какая? Значит, мы предполагаем создание фонда, который будет зарегистрирован либо в Великобритании, либо в Сингапуре. Соответственно, здесь будет зарегистрировано представительство, которое будет весь Royalty перечислять в Сингапуре. Ну, с учетом того, что я так понимаю, что команда является... Почему в Сингапуре? Ну, потому что это колония английская, там действует тоже законодательство. Те же возможности, даже еще проще. Но почему не... Далеко не так? Нет, либо-либо. То есть, если будут какие-то препоны... То есть, если мы не сможем выполнить всех юридических процедур, в соответствии от чему-то, то это можно будет сделать. Ну, или... Фонд... А как деньги из России-то уходит? Ну, здесь открывается представительство фонда, которое собирает это средство в виде Royalty отправляет целиком и полностью на фонд. Какое-то налогообложение? Ну, там стандартное налогообложение, то есть, налоги на 3. Хорошо. И скажите вторую вещь. Какова за вами стоит схема отношений между нами и вами? Это наемно? Это что такое? Значит, я там видел какие-то цифры. Да, мы готовы... Не новые, но... Ну, большие. Мы готовы работать в этом проекте как в качестве сотрудников, так и на аутсорсинге. При этом мы даже готовы работать в этом проекте с другим инвестором, то есть не с командой. и продать этот проект уже после того, как он будет, скажем так, реализован. Очень интересно. То есть предложить вам схему... Вы понимаете, да? Да, да. То есть мы привлекаем своего инвестора, реализуем его, он, соответственно, инвестор там получает свой бонус, как бы мы получаем свои, и определяем какую-то сумму, за которую вы готовы купить уже действующую социальную... Сейчас мы нам добрегула не договариваемся. Понимаете? Сколько вы узнаете инвестора? Или вы предполагаете просто... Есть ряд лиц, в том числе, я так полагаю, что они присутствуют сегодня в зале. Сейчас мы не знаем, чем я подумал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ